Доброго времени суток, дорогие зрители! Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня у нас такое интересное, на мой взгляд, видео. Вообще, будет вступление, как я обычно люблю, достаточно длинное, и многим постоянным зрителям мои такие вступления нравятся. Как вы знаете, буквально несколько, 3-4 видео назад я стал добавлять карты в описании для того, чтобы дать вам возможность поблагодарить канал за работу, которую он делает, за ту работу, которую делаю я. И, к счастью, пусть да, пусть это там полпроцента, 0,3% от всех 100% зрителей канала, но все-таки вы поддерживаете меня, и мне это очень-очень приятно. Естественно, хватает своих сейчас очень больших финансовых каких-то трудностей, но меня настолько воодушевило, настолько вот мотивировало работать дальше и дальше. Ваша поддержка всем, кстати, принимавшим участие. Я кого-то в других видео скрины добавлял, кого-то сейчас, может быть, добавлю. Всем огромное большое спасибо. Ваш вклад, неважно, 50 это там российских рублей, или 100 рублей, или 500 рублей, кто как может. Он на самом деле неоценим, и мало кто, наверное, представляет, что без этого вклада, наверное, существование канала в таком виде, как вы его хотели бы видеть, ну, то есть, чтобы видосы регулярно выходили, а не раз в 4 месяца. Он практически невозможен, поскольку трудозатраты колоссальные, временные затраты колоссальные, расходы, кстати, тоже колоссальные, о чем не догадается непосвященный зритель. Вот, в общем, на ваш первый порыв мне захотелось не потратить эти деньги, пусть даже можно было их на бензин, конечно, потратить, который тоже нужен для выездов, и на тесты, и на поиски, но что-то как-то вот еще расширить контент. Того, что вы собрали, конечно, не хватило на то, что в этой коробке. У нас будет распаковочка. Я как бы переживал очень, если честно, что, ну, думаю, появится возможность, может, я добавлю денежку и куплю вот это, и покажу на своем канале. Позвонил в наш магазин в Беларуси, в котором я, кстати, друзья, являюсь постоянным клиентом с марта 2017 года. И все, вообще все поисковое оборудование до единой мельчайшей мелочи, которым я пользуюсь, это включая эскубы для копа под водой в воде. Это и пинпоинтеры, это и лопаты там вы расспрашивали меня, ног-то макро, когда видели у меня. Это и у меня есть такой вот, как американцы, совочек-нож, и все приборы, и дополнительные катушки. Я все всегда покупал в одном этом магазине. В принципе, искренне всегда не жалел порекомендовать его друзьям своим, вообще порекомендовать в кругу своего общения. Те, кто на мой телеграм подписан, знают, что я, в принципе, всегда откровенно говорю, где беру и рекомендую. Но, знаете, как-то вот, несмотря на то, что вы все меня спрашивали, ну, многие, все же неправильно говорят, ну, нередко появились, ну, вот такие комментарии появлялись, что вот, ну, вот скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста. Ну, вроде же правильно, и никакой магазин мне ни разу не присылал, там, ни Deus 2, как говорится, ни Легенда, ни какие-то другие металлодетекторы, ни, ну, какое-то значительное оборудование, реклама сделала очень дорогое. И я, как бы, ну, понимал, что, ну, неправильно рекламировать, ну, вы все просите. И тут, короче, недавно, как вы по моим видосам заметили, Ми-6 у меня появился. Тоже, как бы, я позвонил в магазин, говорю, так-то, так-то, акция недавно. А я, как раз, рано купил Deus 2 Master, и через месяц или полтора, я уже не помню, была непродолжительное время акция у нас в магазине, ну, я уже буду называть Металлопошук в Беларуси. Это официальный представитель и как XP, так и Nocta Macro, так и, ну, короче, там все металлодетекторы есть, которые на территории нашей Беларуси вообще продаются, все есть. Вот. И так мне стало обидно, так всегда места, мечтал о Ми-6, и тут я уже купил мастер, Deus 2 Master. И акция, что при покупке любого вообще комплекта Deus, было первого, второго, Ми-6 в подарок. Блин, позвонил им, говорю, блин, так обидно туда-сюда. Они, ну, обидно, конечно, ну, что поделать, это, ну, как бы, комплекты, как бы, с завода такие идут, все такое. Ну, в общем, они пошли навстречу мне, сделали мне скидочку хорошую. Я, конечно, купил Ми-6, купил, не в подарок получил, ничего, но со скидкой, скажем так, они знают, кто я, что я, магазин наш. Скидку получил, ну, скажем, даже большую, чем, учитывая то, что я многолетний, их клиент, и я, если честно, сильно сомневаюсь, что на территории Республики Беларусь есть хоть один поисковик, который там столько купил сам в этом магазине, сколько я. Ну, и здесь, как бы, собралась у вас небольшая сумма, и есть одна вещь, на мой взгляд, интересная, которую еще на русскоязычном Ютубе вообще никто не обозревал. Мне ее захотелось, я хотел попросить отложить, чтобы, ну, как бы, вдруг закончится, когда я денежку найду. Ну, так-то, так-то вот, зрители уже участвуют, помогают. Мне вот денежки не хватает на такую вещь прекрасную. Сколько, Стас, не хватает? Ну, так-то, так-то. В общем, сделали они мне опять хорошую стиху. Я человек благодарный, понимаете, и справедливый. Хоть у меня данный наш магазин, Металлопошу, он не заказывал у меня рекламу. Они уже не в первый раз идут мне навстречу и делают скидочку. Вот, гарантийный талончик, все как положено. Вот. Кстати, гарантия, гарантия, гарантия на катушку со дня покупки 12 месяцев. Вот. Катушечку купить удалось с вашей помощью. Это ваши донаты. И это, в принципе, участие магазина нашего, Металлопошу, клиентом которого я являюсь уже очень много лет. Очень много. Ну, вот, с 17-го года на регулярной основе все, что у меня было, кто покупал у них. И я думаю, что я, как никто другой, знаю этот магазин. Это не та реклама, которая, знаете, ребят, за деньги или там за металлодетекторы вставляются там какие-то коротенькие. Ну, вы меня поняли, там. Ролл такой 10-секундный, где там дэ-дэ-дэ-дэ-траля-ля. А я реально являюсь клиентом этого магазина. Во-первых. Во-вторых, я много лет у них покупаю. Я знаю, что это за магазин, что это за сотрудники. И, ну, ну, реально, я должен быть справедлив. То есть, магазин хороший. Магазин достоин того, чтобы я его упомянул. В том числе и по вашим же просьбам. Вы для меня, зрителей, тоже очень много значите. И я же тоже не могу вам молчать каждое видео. Вы меня спрашиваете в комментариях. А я говорить, ну, мне ж за рекламу никто там не предоставил ни Деус 2, ни Легенду, ни Ментикору, ни еще что-то там. Вот. Я все-таки считаю справедливым упомянуть этот магазин. И даже, может быть, и ссылку оставлю в описании и посмотрим. Поскольку реклама, друзья, не заказная, у меня магазин рекламу не заказывал. Еще раз повторяю. Поэтому не было договоренностей ни про промокоды какие-то там, как вот многие делают, когда сотрудничают с магазинами. Это не знаю. Хотите сами у них спрашивайте. Говорите, что от Стаса пластилина колец может вам сделают какую-то скидку. Этого я обещать не могу. В общем, заказал я катушечку LG 30 к легенде. Прибор мой любимчик, как вы знаете, любимчик, заслуженный любимчик. И катушка, да хоть все катушки я хотел бы, чтобы у меня были к этому прибору. к сожалению, я, друзья, не успел. Я бы, конечно, в первую очередь хотел бы LG 24, по-моему, она там называется. Это тоже Ellipse, так называемая лодочка, там 9 на 9,5 на 6 дюймов. Мне она необходима для работы в воде. Как многие из вас знают, я в воде работаю. И вот эта вот замечательнейшая снайперочка 6 дюймов, которая идет в ProPack шла, когда я покупал. Она классная, она классная, я ее заценил минимум 25-30, наверное, выходов 30, не меньше. Именно на жестко замусоренной по земле работе, где все гудит, все вообще невероятно гудит. Я вам рассказывал в других видосах, скорость 9-10, даже 8 не ставил. Так так все гудело. И вот эта катушечка впечатлила, впечатлила вообще, выцепливает монетки, все класс, из гвоздей, из железа, из такой сраней. В воде очень много. В принципе, в воде я работал с легендой дохренища выходов. Пипец сколько. С 11-й катушкой не работало. она порусить будет очень. Хотя можно, но тяжело. А со снайперкой воды у нас мутные. Я же не на море живу. У меня в стране моря нет. У нас такие, блин, места лазишь. В болотов такое. Не видно даже, где ты катушкой машешь. Вот это расположение не по центру катушки, как вот здесь. А вот это расположение сзади, если катушка задралась, и ты машешь так, ее нельзя. Вот эту можно что сделать? Просто вот так упереть, она выровняется. здесь такое не прокатывает. То есть неудобно. Захват маленький. Я не вижу, где я махаю, когда я погрузил. Пропуски соответственно будут. Классно катушка себя показала и в воде. Но в воде мне нужна LG 24. Их к сожалению, они вот как раз закончились недавно на нашем магазине металлопошук. Спрашивали из России люди. Высылает ли наш магазин в Россию? Я не знаю. Вы там у них на сайте ссылку если я оставлю контакты, они к вайбер, к ватсап привязаны номера телефонов. Спрашивайте, может вам вышлют там с деком каким. Я не знаю. Это понимаете, это не заказная реклама, поэтому я этих всех вопросов не знаю, не уточнял. Уточняйте пожалуйста сами. Вот, но тем не менее, хоть разобрали LG 24, я все-таки решил взять вот такую 9х12, LG 30. сейчас мы с вами взвесим их и дальше еще поговорим. Почему я ее взял? Взял, во-первых, уже сказал, потому что новинка и никто на русскоязычном ютубе эту катушку не показывал. Я хочу показать. Во-вторых, потому что легенда это мой любимый один из Deus 2 тоже мой не менее любимый детектор. У каждого свои преимущества и недостатки. Deus 2 пока еще отсветняет сильно. Легенда нифига не отсветняет, в любом случае я ее понимаю. Я ее понимаю. Может у меня нет музыкального слуха, чтобы Deus 2 понимать. Может мне медведь на ухо наступил. Не исключаю. Deus мне нравится, я его люблю. И сколько я с ним работаю, хрен знает сколько, я все время его пытаюсь познать, знаете, как какую-то загадочную женщину. А легенда это как старый добрый верный друг, который только взгляд поднял и говорит ничего не надо, ты его уже понимаешь. Вот что для меня легенда. Я ее понимаю с полу... Я уже прошлый сезон копал и по пляжам. Мне уже и не надо это отсечение пробок функция. Я на звук уже понимаю. Четко знаю, что пробка. Даже степень отцветнения. Но может это вот индивидуально под меня может так подходит легенда, что для меня она супер информативна, а Deus 2 для меня пока еще загадка. Прибор тяжелый. Я вам говорил в прошлом видео, несколько человек наверное его целиком посмотрело, что уже прошлый сезон локоть у меня 250-280 выходов в году от одного до двух выходов в день. Каждый день. И поставили диагноз ходил недавно локтевая шпора. Тяжело я уже этот себе купил короче тут надеваю на локоть. Тяжеловато с 11 прибор крутой, но из недостатков очень тяжеловат. Эту катушку я еще хотел вам показать во-первых я сам вот хочу посмотреть давайте посмотрим легче ли она. Ну по сути тут материалы одинаковые что тут по кругу 11 дюймов что здесь 9 по ширине но 12 по длине наверное один фиг. Ну давайте посмотрим мне просто самому интересно. Но вес это еще не все развесовочка здесь в заднюю часть от штанги уходит блин пол длинной катушки я предполагаю что может развесовку это улучшить хотелось бы так ну как там вам показать что там у нас пикнуло 480 грамм я не верю друзья я просто знаю сколько весит 11 наверное что-то неправильно взвесил сейчас давайте еще раз а вот это уже ближе к теме 520 давайте сейчас я еще одним способом попробую взвесить вот 520 я верю 480 как-то не очень я уж было сильно обрадовался так так не получится все-таки придется ой извините что долго но все по-настоящему так все финишные взвешивания 520 грамм да это все равно меня радует сейчас я вам объясню почему меня это радует давайте взвесим 11 штатную катушку 570 грамм друзья разница в 50 грамм и я вам открою еще секрет я взвешивал 11 дюймовую штатную катушку мантикоры она тоже весит ровно 520 грамм ровно на 50 грамм легче вот этой а это понимаете кому-то кажется ай 50 грамм фигня а когда это на рычаге на длинном и ты машешь это дохрена также многие из вас знают кто не знает открою уже давно не секрет что давайте покажу ну вот эта вот штанга вы знаете что она карбоновая а вот эта вот штанга она алюминиевая в принципе она реально ну не особо тяжелая но в новых не знаю когда они поступят в продажу ну типа обновленная легенда легенда друзья многие вот путают та же самая та же самая легенда вот прям один прибор просто вот одна вот эта штанга будет карбоновая причем я не знаю как это все будет на самом деле но компания ногта макро ногта правильнее сказать она обещала что для всех кто уже имеет легенды с алюминиевыми штангами купил для них это будет ничего они вообще на нас зарабатывать не будут для них это будет по какой-то бросовой себестоимости за копейки эту штангу всегда можно будет докупить и штатная уже пойдет вот это вот вот это катушка LG 39 ширина на 12 дюймов в общем совсем они блин они я и так считаю что по своим поисковым характеристикам я вам откровенно говорил уже что мантикора что легенда равноценные абсолютно приборы только стоят в 4 раза разница а теперь если еще и по балансу вот катушечка уже стала весить новое будущее штатное для легенды на 50 грамм меньше и уже вес равный мантикори плюс я понимаю что вот эта вот форма и по центру расположенная видите то есть вот эта вот внушительная часть веса катушки она будет по эту сторону штанги под локоть к нам стремится то есть это балансировку улучшит плюс чуть легче наверное будет еще одна карбоновая штанга то есть в принципе мантикора сейчас намного эргономичнее я говорил в своих видео намного эргономичнее и рука устает меньше чем от легенды с 11 катушкой да с мантикорой легче работать если они приблизятся то это будет просто супер давайте даже друзья чтобы не быть голословным вот она катушка мантикоры вот она мантикора майнлаб давайте взвесим ее она весит 520 грамм я ее уже взвешивал 520 520 подождите я взвешивал один раз не на камеру я не рвался за такой точностью я для себя взвешивал наверное может ошибка сейчас вот о 520 и третье взвешивание да чтобы ни у кого не было сомнений 530 но весы не это не ювелирная но этого достаточно чтобы вы поняли что катушка lg30 530 грамм что катушка lg30 вот это вы же мою скрупулезность знаете еще раз взвешиваем 520 она значит получается уже у нас не то что ровна весу катушки мантикора она на 10 грамм легче в то время как вот это значит 570 на 40 грамм тяжелее мантикоровской и на 50 грамм нынешняя штатка для легенды тяжелее этой катушки супер плюс потом докупается 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 карбоновая верхняя штанга если мы получим в руках такую же эргономику как у мантикоры я буду очень рад очень рад потому что на сегодняшний день между мантикорой с двумя карбоновыми штангами и вот этой катушкой есть разница по сравнению с легендой и вот этой 11 дюймовой катушки есть она она есть она ощутима хотя по бумаге там мантикора 1300 грамм а легенда 1400 ну вот этот баланс мне кажется в катушке больше всего вот эти 50 грамм которые лишние здесь тянут они противовес создают я думаю вы меня понимаете дальше что касается характеристик катушки естественно вы все пишите в комментариях что вы хотите увидеть и поскольку вы меня активно я так надеюсь будете продолжать поддерживать донатами то у меня будет возможность будет возможность показать вам все что вы хотите даже на бензин наверное день и найдем выехать куда-то на поле по глубине я думаю что они будут одинаковые вот прям один в один здесь во всех плоскостях 11 дюймов что по длине что по ширине здесь по ширине на 2 дюйма меньше 9 но зато на дюйм больше по длине от перемены мест слагаемых типа сумма не меняется она поменяется эта сумма не в глубине эта катушка будет иметь чуть-чуть лучшее разделение целей на замусоренных участках эллипсы лодочки это уже доказали это факт что она будет лучшее разделение целей иметь чем вот это и она будет более точной то есть при проверке цели крест-накрест в такой плоскости потом в такой плоскости я сам вы знаете косой часто промахиваюсь когда копаю с 11 дюймовыми катушками чуть не попадаю в цель вот это будет точнее намного она легче она я подозреваю будет иметь такую же глубину как и вот эта но чуть лучшее разделение друзья ну в общих чертах я думаю я достаточно уже наговорил я думал я смогу коротко йокерный бабай хотел за 10 минут представить это все и потом хлопнуть в ладоши и мы оказались на земле кстати сегодня у меня это делать не получится у нас проливной дождь льет может быть завтра вот или завтра или да завтра наверное выберусь если дождь закончится уже погуляю вот с этой катушечкой и все вам естественно покажу вот друзья так что LG 30 ну уже вы меня допекли мне совесть не позволяет уже не оставить ссылку на магазин это уже знаете это справедливость от благодарного клиента многолетнего это не реклама это просто на протяжении многих лет и у меня с ребятами данного магазина проблем не возникало и по трейдин им сдавал у них кстати рассрочка сейчас кому интересно там из Беларуси кто появилась без первоначального взноса на большое количество оборудований и детекторов по гарантии кстати всегда я не хочу говорить у нас есть еще продавец в Беларуси ну жители Беларуси все равно догадаются но я не буду называть они так качественно свои гарантийные обязательства перед клиентами не выполняют это я наслышан от комрадов вот так вот у меня конкретно Валера мой комрад и вы его короче знаете постоянные зрители знают у него были вопросы бывали всегда все меняли по гарантии меняли даже не то что там подождите отдадим в ремонт а меняли от меня лично люди покупали даже сами работники и хозяева магазина металлопошу об этом не знают от меня лично приходили люди покупал человек Deos Light один одиннадцатая катушка EVS пятая и была проблема что теряла катушка теряла наушники или наушники теряли катушку короче ему поменяли прям наушники целиком у Валеры когда-то была такая проблема своя с четвертыми ему прям блок его забрали и новенький поставили катушка была шумная у Валеры 13 на 11 слапать он уже с ней года 2 или 3 отработал реально отработал вдруг стало шумное бах поменяли в один день забрали его старую отдали абсолютно новенькую с новым гарантийником вот так вот ребята выполняют свои гарантийные обязательства поэтому ну скажем так с чистым сердцем порекомендую ребят порекомендую ребята работают грамотно к сожалению в наше время в наше время таких ответственных продавцов немного и сам я как я вам уже сказал все что вот за мою поисковую практику с 17 года все что у меня есть все я у них брал и по трейдин у меня приборы и все доп ой-ой-ой сколько я у них купил всего все ребят короче встретимся в поле а сейчас жду вас в комментариях те кто еще не подписан на канал не забываем нажаться подписаться всплывет такое окошечко уведомлять обо всем чтобы не пропускать новых выпусков и ссылку может быть на телеграм свою оставлю опять на маленькую группу все друзья вот так вот я распорядился первыми донатами которые пришли от вас их немножко не хватило на эту катушку но наш магазин додонатил додонатил поэтому и на них ссылку оставлю ребятам тоже спасибо за участие все всех обнимаю всем жму там пять и девушкам кстати оказывается и девушки меня смотрят и даже там пару девушек еще и задонатили каналу большое вам спасибо тронут до глубины души все надеюсь в следующий раз увидимся с вами на земле вот с этой вот катушечкой все всем пока до скорой встречи всех рад был видеть монеты гильки кресты ну и гильзач конечно и жду отличный сигнал я как всегда с надеждой до скорой встречи